Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Trader Life Simulator 15 серии у нас, и в этой серии мы с вами постараемся, как бы так сказать, приучиться, прииграться ко всему этому, и якобы написали, что вот ты неправильно всё делаешь, ты делаешь всё не так, нужно покупать мясо, нужно торговать одним мясом, и будет у тебя большая прибыль. Так, торгуй мясом, кто тебе мешает, торгуй только мясом, как бы, если ты смотришь с первой серии, то ты понимаешь, что торговали мы только тканью, например, к тебе просто приходят, и никто ничего у тебя не покупает, потому что, потому что торт, вафли, варенье, морепродукты мне нужны, блин. Морепродуктов у меня нет, есть багет, есть моющее средство, которого у меня уже почти нет на полке. И да, написали, якобы, вот, выставляй полностью, я, конечно, тебя понимаю, да, полностью лучше, конечно, выставлять, но я просто изначально старался делать всё красивенько, я хотел, чтобы у меня всё было здорово, и чтобы у меня всё было ровненько. Я понимаю, что ты хочешь, чтобы я меньше времени там на это тратил, там, да, времени на раскладывание товаров, там, времени на всякую ерунду. Ну, ты же можешь перемотать, если тебе не нравится. Перематывай, тут, знаешь, такая самая главная мера для этой успешности игры, это вот слева наверху там денюжка нарисована. То есть ты можешь просто мотать, смотри, когда у меня будет много денег, и потом мотать-мотать, смотришь ноль. Значит, между этим была какая-то крупная покупка, следовательно, нужно туда перемотать, посмотреть, что там, и всё. Как бы, делов-то здесь вообще нет ничего сложного. Смотри, значит, мы сейчас с вами, с тобой, со всеми, поедем на закупку, закупимся молоком, потому что у меня его, по-моему, нет. Да, нет, у меня молока, молока купим. Молоко, молоко, потому что мы можем. Зубная паста у нас отсутствует, я так понимаю, да, зубная паста. Да, у меня химии вообще нет, кроме вот тканей, памперсов и моющего средства. И то, моющего средства у меня тоже нет, моющего средства. Зубная паста. Шампунь. Так, средства для чистки унитазов, туалетов. Для туалета. Шампунь. После мы едем за... За морепродуктами, которых у меня нет. Морепродукты... Колбаса. Колбаса, естественно, нужна нам, потому что нам нужно что-то продавать. Так, йогурт. Молоко я записал, молоко записал. Что у нас здесь еще не хватает? Да всего нам не хватает, нужно просто брать и все покупать. Консервы кончаются, соус нужен. Соус, все консервы. Газировку, не знаю, надо, не надо. Давай сразу, может быть, купим соль, не знаю, макароны. Соли, макароны. А, макароны, макароны у меня разве отсутствуют на складе? Я что-то забыл. Да, слушай, у меня отсутствуют макароны на складе, это грустно. Блин, тунца у меня... Да мало у меня всего этих консервов, очень мало. Давай мы выложим вот это все. Как нам написали, мол, ты вот неправильно делаешь, надо выставлять. Давай выставим, давай выставим. Мне жалко, что ли. Выставим, давай так выставить, так выставить. Коробок будет меньше на складе, правильно? Правильно. И вон туда бросим куда-нибудь. Давай вот сюда вот поставим, потому что можем. Закусок тоже маловато. Сколько денег? 797. Можем уже скутер даже себе позволить, но у нас товара нет. Поэтому никакого скутера у нас не будет. Яблоки нужны нам, да? Нет, не нужны. Торт никто не покупает. Это плохо. Я не знаю, сколько приносит торт. Приносим сюда, значит, томатная паста. Томатная паста, томатная паста. Вот сюда вот положим. И да, я не был умиротворенным. Я просто был спокойным. Я старался собраться и запомнить все, что у меня лежит. И как это лежит. И чтобы у меня все было красиво. Но в итоге, как всегда, получилось. И поэтому вот так. Просто в последнее время у меня что-то, память вообще какая-то никакая. Поэтому. Грустно, короче, все. Вот. Бобы полные. Баклажана у меня, по-моему, там тоже нет. Давайте будем выставлять все. Горох. Горох у нас вагон. Мы можем... Это не горох. Горох должен стоять вот тут. Блин, с карандашом в руке очень это делать неудобно. Будем ставить вот сюда. Ровненько. Я просто почитал комментарии и понял, что очень мало среди моих зрителей любителей ровненького. Все хотят, чтобы я просто брал, накладывал куда только можно. Все, что можно. Желательно побольше мяса. Чтобы, блин, была большая прибыль. Чтобы мы, блин, не знаю, там страну всю выкупили. Или чтобы у нас, как-то сказать, просто... Ну, короче, просто вот, не знаю, ерундой заниматься нужно вот и все. Я играю, знаешь, я играю. Поэтому, если ты хочешь ее быстро пройти, то ты можешь, конечно же, ее сидеть и задротить и продавать только мясо. Я снимаю прохождение. И как бы ты... Я застрял в нем. И как бы, знаешь, ты можешь... Говоришь правильные вещи, да, там, по типу, вот опять же, продавай только мясо, будет большая прибыль. Может быть, она и будет. Может быть, будет. Я с тобой не буду спорить. Будет, может быть. Хоть 2000, хоть 5000 долларов будет в день. Но удовольствие какое я от этого получу? Удовольствие какое я от этого получу? Я вот криво положил тунца, и теперь мне будет ночью это сниться. Вот. Баклажаны мы опять же ставим вот сюда. Следующим рядом пойдет баклажан. Ну, уйди, пожалуйста, мужчина. Вы мне мешчаете положить ровно товар. Попал девушке, которая пишет там огромные стратегии. Я не представляю, сколько нужно времени потратить, чтобы все, чтобы вот все, что ты написала, там реализовать. То есть, у меня сейчас в игре около трех, там, ой, трех, тринадцати тысяч часов. Я вот поставил неровно. Ну, потому что изначально было неровно. Ну, что теперь? А, вот. Тринадцати часов. Или четырнадцати, или уже пятнадцати даже. Я даже что-то не помню. Вот. И я этого всего еще не добился. А ты там, я так понимаю, сидишь целыми сутками прям играешь. Ну, что ж, я тебе могу пожелать только удачи. Молодец. А варенье у нас здесь стояло. Теперь не стахит. Теперь у нас стоят здесь бобы. Бобов мы сейчас наставим вот сюда. Угу. Криво ставлю. Вот я не знаю. Извини, конечно, ты за то, что я ставлю так криво. Это я сам с собой сейчас разговариваю. Я пытаюсь понять, как можно поставить туда ровно. А оно не ставится туда ровно, потому что... Потому что там полка. Потому что туда нельзя просто, грубо говоря, поставить. Ну и что? И как это? И как быть? Нельзя, если поставить. Значит, все консервы мы выставили. Консервы у нас кончились. Кроме тунца. Тунец остался. И просто вот у нас пустые полки. Зато есть куча подгузников. Аж целых 8-9 штук. Багет, чипсы, кола, яйца, чай есть. На что там жаловались. Жалуются, нет арбуза, стиральный порошок. И кукурузные хлопья. И кукурузные хлопья. 1263 долларов на нашем кошельке. И я думаю, это большая сумма, чтобы просто сейчас поехать и закупиться. Нам хватит сейчас на все. На все, что нам необходимо. Да, сказали, типа, маленькие товары надо ставить на стол. Большие товары класть на пол. Но это кукурузные хлопья, по-твоему, какие? Большой товар или маленький? По-моему, это все-таки большой товар. Но я бы его на пол не поставил, потому что... Потому что... Потому что я так хочу. Вот. Ровно? Ровно. Зашибись. Эти. Вот сюда вот. Вот так вот. Оп. Ну. Это издевательство какое-то. Ну же, ну же. Да, хочу заметить, что сегодня серия выходит, а вот... А, завтра тоже должна выйти. А вот послезавтра не знаю. Мне кажется, что не успеется это все сделаться, и поэтому пропускается один день у нас. Да, вот такая грустная история. Только в понедельник и только вечером выйдет. Это грустно, конечно, но что же поделать. Дела, дела, дела. Не будет у меня времени, чтобы это записать. Вот. Соус я записал, да, смотри. Чипсы. Я... Блин, торт никто не купил. Что, торт должен где-то в определенном месте стоять, что ли, чтобы его покупали? Видимо... Видимо, да. А, видимо, нет. Молоко. Так, смотри, значит, что нам нужно купить. Да так-то все. Погнали. Погнали в магазин. Нам уже скоро машину чинить нужно будет. Это крайне грустно. Это огромная трата денег. Но мы, я думаю, переживем. Вот мы приехали в магазин нашего любимого джабера и погнали покупать. Погнали покупать. Где молоко? Молоко продается в холодильниках. И с холодильником мне нужно купить молоко. Чего? Как писал вообще? Как курица лапой написал. Это вообще... Не разберешь. Не разберешь. Я помню, что морепродуктов не было. Пиликай, пиликай, чё-то. Молоко купили. Да ещё купим молока. Хуй. Хорошо будет. Хорошо будет, если у нас будет молоко. Аж целый две коробки. Моющее средство возьмём тоже. Моющее средство. Средство нам нужно. Умягчитель. Давай тоже возьмём. Пусть будет. Консервы. Раз. Консервы. Два. Консервы. Три. Консервы. Четыре. Консервы. Пять. Пятые же, да. Шесть. Семь. Восемь. Моющий порошок. Ой, моющий порошок. Стеральный порошок. Шампунь. Для туалетов. Зубная паста нужна была. Потом соус. Соус нужен был. Йогурт нужен был. Нужно было ещё что-то. Что-то нужно было ещё. Наверняка нужно было. Я, может, просто это подзабыл. Масло вроде бы было. Но вроде бы хуже никому не будет, если я куплю ещё. Это тоже. Давай куплю пшеничный печень. Укрусных хлопьев нет. Кончились. Я что-то выложил последнюю пачку. Кешью. Так, куки файлы. Давай вот этих чипсов купим. Давай купим ещё макароны. По-моему, мы их тоже собирались покупать. И купим, наверное, давай из шоколадного молока тоже. Потому что оно тоже заканчивается. И давай купим... Нет, всё, давай ничего не купим. Кола есть? Кола была. Кола была. Да. Соль кончалась, по-моему. По-моему, соль кончалась. Ну что ж, давайте загружаться. Загружаться на нашу машину. Вот так будем расставлять товар, чтобы максимально можно было увезти. Вроде никаких обновлений не проходило. И не будет, наверное, у нас проблем никаких с раскладыванием ткани. Ткани нет, потому что я её просто не выложил, по-моему. Потому что ткань-то была. У микчатер я купил, всё хорошо. У микчатер я купил, по-моему. У микчатер я купил, по-моему. У микчатер я купил, по-моему. Ладно, ничего страшного. Переживём. Они стоят даже на разных уровнях, да? Да, смотри-ка. Может быть, ещё из-за этого. Угу, угу. Ну что ты? Что ты не можешь запрыгнуть на свою крышу-то, ну? Спасибо, что ты запрыгнул. Так. Вы сильно не ругайтесь те, кому не нравится смотреть на вот эти вот мои жалкие попытки положить всё ровно. Просто если вам не нравится, можете переключить дальше немножечко там на пару секунд. Или, например, просто включить другое какое-нибудь моё видео. Хотя там везде, почти все мои видео, это трейдер-лайф-симулятор. Ну или совсем старый, можно посмотреть. Можно посмотреть лишь совсем старый. И посмотреть, что я вытворял раньше. Когда-то давным-давно. Но на самом деле я тебя не буду обнадёживать. Ну, по поводу видео. Может быть и завтра... Ой, да, завтра, может быть, тоже не выйдет. Потому что, ну, пока ещё не знаю. Пока ещё не могу сказать. Пока ещё нет какой-то конкретной информации по этому поводу. И в целом-то я, наверное, тебе её никак не донесу. Потому что у нас нет с тобой никакой связи, кроме вот моего канала. Ну и комментариев, соответственно. Если что, я буду в комментариях там писать. Вы там задавайте вопросы, где там видео. Я вам скажу, где видео и когда оно появится. Смотри. Нам не хватает увезти ещё вот нескольких коробок. Ну, как бы... Хватает увезти-то. Увезти-то мы увезём. Нам это много-то не нужно. Мы сейчас всё увезём. Нам только волю дай. Просто... Просто как-то неправильно получается. Надеюсь, они не будут падать с капота. Эти коробки. И всё доедет в полной комплектации. А то как-то в тот раз не очень хорошо получилось. Ну смотри. В принципе, можно вот так вот возить. И зачем ты хочешь мне сказать, что мне нужен грузовик? Мне не нужен грузовик. Оно всё и так хорошо ездит. Так, ребяточки наши стоят, продают. А сколько вы напродавали? Аж на 659 долларов. Молодцы какие. Я припарковался сюда. Не знаю, зачем. Наверное, нужно было бы правильно припарковаться, где склад. Но... Но я думаю, отсюда мы тоже достаточно быстро всё поперетаскиваем. Потому что мы всё равно сейчас будем всё раскладывать на полки в самом начале. А потом уже будем, конечно же, складывать всё остальное на склад. Да, по поводу рафта. Рафт выйдет. Выйдет, я думаю, в понедельник, скорее всего. Просто я не знаю, когда это всё успевать записывать. Так как я и работаю, и дела у меня тоже какие-то есть определённые. Поэтому получается, что... Сегодня, например, я успеваю записать только одно видео. То есть и какой-то определённый промежуток времени я вообще не смогу записывать. Потому что... Потому что меня не будет вообще ни в доме, ни в городе, ни... Вообще далеко, короче, буду. И получается, что вот такая вот история. Вот. А наперёд я записывать не успеваю. Наперёд элементарно не хватает времени записать. Наперёд я могу записать только вот на завтра. Как бы я так и записываю. Я записываю за день. То есть я же не сегодня записываю и сегодня выкладываю. Я сегодня записываю и завтра выкладываю. Вот. Чё-то я хотел сказать. И вот так получается, что сегодня я вот записываю и завтра выкладываю. Послезавтра, наверное, выкладываю. А вот... После-послезавтра я не выкладываю. Потому что времени у меня на это нет. Морепродукты. Сюда. Средства для чистки туалета. Вон туда. Чё это? Умягчитель. Туда. Рис. Сюда. Тунец. Тунец. Молодец. Вот сюда. Соус. Сюда. Молоко. Туда. Баклажаны. Сюда. Молоко. Туда. Стиральный порошок. Химию. Не, давай молоко поставим вот сюда. Потому что мало ли у нас уместится всё молоко. Может быть, оно же маленькое. Кукурузный хлопья. Сюда. Шампунь. Туда. Соль. Сюда. Осталась одна пачка. 1659. И ты хочешь мне сказать, что мясом торговать выгоднее? Мясом торговать тоже на то же. В итоге средняя прибыль у тебя получится точно такая же, как и у меня. Просто у меня разнообразные ассортименты. Люди, которые смотрят, им хотя бы интересно. А когда у тебя магазин целый из мяса, ну это, блин, как-то неестественно получается. Вот. И что-то я хотел сказать. А, вот. То, что мясом может быть оно выгодно в одиночной продаже. Но, как бы, в перспективе оно, оно ни к чему не приводит. Оно, вот я тебе говорю, 1800, с учетом того, что очень много жалоб, очень мало, много, точнее, продуктов отсутствовало. Просто отсутствовало. Поэтому, как бы, и 2000 нет. Так бы было вполне 2000 долларов за день. И все. Что ты хочешь еще? Куда тебе больше-то? Это была томатная паста у нас. Здесь у нас, что, горох? Гороха, я думаю, нам хватит. Поэтому пойдем поставим его вот сюда. Так вот, видео-то не будут выходить какое-то время. Зато со следующей недели мы с новыми силами как возьмемся, как начнем проходить какую-нибудь игрушку по типу рафта или же того же самого рейндж-симулятора. То есть, я, как бы, только за, вот, например, рейндж-симулятор, но он как-то не зашел, мне кажется, вам. И не знаю, стоит его выпускать дальше или нет. Как бы, я выпускаю... Принцип такой у меня. Я выпускаю видео, смотрю, заходит, не заходит. И потом уже, если вам зашло, естественно, я выкладываю, ну, то есть, начинаю проходить. То есть, ну, в принципе-то и мне-то, если не заходит, то я не прохожу. То есть, если бы мне не зашло, например, вот этот вот трейдер-лайв-симулятор, то я бы его не записывал ни в жизнь. Вот. Моющие средства это вот сюда. Все правильно. Мягчители, чипсы сюда. Так, ну что, все мы рассортировали. Давай макароны поставим вот сюда. Макароны сразу разложим. Потому что почему бы и нет. Ну-ка. Вот так. Как нам говорили, что макароны... Ой, макароны. Макароны. Ночь для раскладывания товаров здесь и сделана. Но нам сейчас нужно будет уже и в туалет сходить, и нужно будет и в душ сходить, и еще куда-то сходить. И там много всяких нужд у нашего главного героя. Поэтому, блин, мы, конечно, успеем все выложить, но... А, ну до утра, я думаю, мы сгоняем, да. И нужно будет перенести, как мне сказали, туалет с ванной сюда. Потому что нет никакого смысла хранить их дома. Хотя бы потому что... Потому что я туда езжу только в туалет сходить. А не для того, чтобы... Как это сказать? Спать. Спать я туда в любом случае могу успеть съездить. А вот в туалет ходить я хожу гораздо чаще, чем сплю. Поэтому... 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 Туалет нужно принести сюда. Сюда и... Да что ж ты будешь делать? Ладно. Сколько там еще-то? Одна штучка осталась. Как это бесконечная коробка. И это только одна, а ты представляешь, сколько мне еще выкладывать и выкладывать. Мне кажется, немножечко у нас поплыло, конечно, но... Ну что ж ты будешь делать? И что это? Ну? Просто придурки... Ой, придурки... Придумки игры. Она не хочет просто, чтобы я ровно складывал. Прекрасная игра, чтобы успокоить все свои нервы. Я могу положить ровно любой товар. Любой товар и по-любому ровно. Ну-ка, поставься. Просто в жизни на меня половина людей ругается за то, что я пытаюсь что-то вот так вот сложить ровно. Мне говорят, Шамал, зачем ты так делаешь? Потому что я так хочу. Потому что меня бесит, если неровно будет так стоять. Но знаешь, некоторые вещи, на самом деле, меня вообще не бесят. То есть, например, если какое-нибудь там одеяло будет валяться криво или что-то еще там, то, блин, да пожалуйста, валяйся, сколько влезет. А вот если полотенце там на кухне, например, как-то криво лежит, то мне прямо уж ухо вымораживает. Или кружка там стоит не в ту сторону, как повернута. Фу, вообще. Это клиника, наверное. Я просто лечиться нужно, и все. Какие-то эти отговорки все придумываю. Ну что ж ты? В туалет захотел, в животе заурчал. Молодец. Я вот думаю, надо, наверное, накопить нам с вами на бизнес на этот. Просто бизнес-то тяжело, на бизнес тяжело накопить в видео. Потому что... Потому что ты смотришь, время уже полчаса прошло. Ты представляешь, полчаса записываю. А по сути это ни к чему не привело это все. Я просто посидел и поиграл. Просто посидел и поиграл полчаса. Кстати, да, я это видео именно и назову. Раскладочка товара просто. Просто раскладка товаров. Она ни к чему не приводит, эта серия. Она просто будет. Она просто, знаешь, типа... Типа я просто посидел, поиграл вечерком. И ты просто вечерком посидел, посмотрел. Вот и все. А, бегать я все равно не могу. Хоть я хочу просто в туалет. Ладно, время 3 часа ночи. И я иду складывать бобов. А бобы где? Бобы вот они. Вот. Так вот и живем. Моющие средства. Моющие средства у нас теперь много. Теперь много и мы можем им спокойно торговать. Я знаю, что мне нужно ванную. Спасибо за напоминание игра. Но я схожу, когда мне будет нужно. А не когда мне хочет говорить, когда игра захотела. Нет. Спасибо. За наставление. Спасибо за напоминание. Я знаю, когда мне нужно куда идти. Здесь как бы нет такого, чтобы... Он... Сходил там в штаны свои. Или там... Как я и вначале в самом играл. И говорил, что там покупатели перестанут ходить. Или что-то такое подобное. Здесь максимум, что может произойти, это... Бегать ты не сможешь. А вот тебе все ограничения. Это на самом деле неправильно. Я думаю, нужно разработчику подумать над вот этой всей ерундой. И заняться как следует ограничениями прав нашего главного героя. Потому что, ну, как-то слишком много всего он может. И как-то мало всего он не может. Средства для чистки туалетов. Мы поставим вот сюда давай, рядом с шампунями. А, нет. Здесь вот они стояли. Здесь они и будут стоять. Ну, как бы, знаешь, не будем нарушать порядок вещей. И пусть стоит себе вот тут. Я знаю, что мне нужно. Отстань. Зубная паста. Зубная паста, кстати, у нас расходит сток в путь. Зубная паста продается лучше всех, по-моему, вместе с соусами. Соусы и зубная паста. Мне кажется, покупатели нашего магазина постоянно едят соусы и потом чистят зубы. Иначе я не могу никак объяснить это явление. Так как зубная паста уменьшается, по-моему, гораздо быстрее. Ладно, её-то мы не будем ровно так складывать, как всё остальное. Потому что она маленькая и стоит высоко. Стоит высоко. И тяжело мне до неё доставать. Эть. Пусть кривенько... Пусть хоть что-то в этом магазине кривенько стоит. Хотя здесь всё, по-моему, криво стоит. Например, начиная с холодильника для тортов. Я, кстати, не понял, что я испортил в конце видео. Говоришь, я по линеечке, там по линеечке. А в итоге-то что? Чё у меня такого случилось? Чем я так мог испортить? Закончил я это видео вот этим вот. И что? Я здесь что-то неровно поставил? Здесь вроде как бы всё ровно стоит. А, ну здесь, конечно, не прям всё ровно, конечно. Да. Здесь эта ерундовина немножко... 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 А почему она так стоит-то? О, здесь разработчики, конечно... Либо обманулись, либо я так это... А, это я так тупанул, да? Нет, она просто шире, да и она наискосок стоит. Блин, ладно. Ладно, ничего страшного. Пусть стоит, вроде никто не замечает. Покупатели на это не жалуются, и уже хорошо. Так бы я мог, конечно, на пол себе товары сейчас уже разложить сто раз. Сто раз и сто... Сто раз ещё раз съездить за закупкой и опять разложить сто раз товар. Но сам интерес этой игры, как уже многие написали, сидеть и раскладывать товар. Да, кстати, кукинг-симулятор я тоже, думаю, попробую поиграю. И фарм-симулятор я тоже попробую поиграю. Самое главное, ты просто жди, когда я его выпущу, и этот день придёт. Человек, который написал, что хочет увидеть Most Wanted Far Cry 1.3 и как достать соседа. Дружище, я не знаю, будет ли это актуально вообще в принципе сейчас. Потому что Most Wanted ему сколько лет? Уже 150 лет, по-моему, уже прошло с Most Wanted. С этого я в него в детстве играл. Хотя в каком детстве? Когда он выпустился-то? Или это... А, нет, это Hot Pursuit был. И Porsche Unleashed, по-моему, да? Да, наверное, этот был. Most Wanted он был. Most Wanted. Underground, помню. Shift, знаю. А Most Wanted не помню, прикинь. Undecova, помню. Ну ладно. Суть не в этом. Я просто не знаю, есть ли смысл какой-то покупой покупать. Проходить эту игру. Тем более гонку. Гонка, она такая, знаешь, эта вещь-то... Она на любителя. Она однообразная очень. Тем более, с учетом того, что я особо так не гонщик. А гонке по-хорошему-то вообще играть на руле нужно. А руля-то у меня как такового нет. Есть только две руки. Ну и геймпад есть у меня, соответственно. На котором тоже можно играть. На котором очень, ну там, с чувствительностью. Там со всеми, там, с миллионом чувствительных точек на триггерах. Но, как бы, неинтересно это делать на джойстиках. И неинтересно это делать на клавиатуре. Как бы, понимаешь, да? Как достать соседа этой игре уже, мне кажется, лет 20. Это как минимум. Потому что в нее я тоже в детстве в своем играл. Очень давным-давно. Это где-то в 2000-х годах она там была. Давным-давным-давно. У меня даже диск где-то валяется. С этим, как достать соседа. Играл, никогда не понимал, как в нее играть. Честно, словом тебе говорю. А еще была игрушка... А, как ты что там написал? Far Cry 1, 3. Far Cry 1, 3. Ну, как тебе сказать? Их я никогда полностью не проходил. В 3 я играл, но не проходил. В 1 я играл. Кстати, хочу заметить, совсем недавно. Это было, наверное, года полтора назад. Ну, как совсем недавно. В целом-то это, наверное, достаточно давно. Но я скачивал в первый Far Cry. Очень хотел в него поиграть. Сколько там штук-то? Дошел я до какого-то... Блин, я не помню, до куда я дошел. Честно, словом тебе говорю. Память, как у дедушки. И что-то я забросил как-то. Мне интересно стал в него играть. В Cry 1 недавно зашел поиграть. Тоже, блин, ненадолго мне хватило. Хотя когда-то я его проходил. В ближайшем будущем, короче, чтобы вы все знали. Ну, планируется вот что. Рейнчер-симулятор не знаю. Пока еще не решил. Рафт это 100%. Потом... Вот это дело надо проходить. После всего этого нужно... Давай так вот наставим, чтобы... Чтобы лежало. Чтобы просто было. Сейчас скажу, что я хотел сказать. Ухи болят уже. Что-то будет, короче, в ближайшем будущем. Рафт это 100%. Потому что рафт он у меня уже есть. Сабнафтика, возможно, тоже будет. Нет растительного масла L. Но и не будет, потому что... Ой, оливки все, что ли, купили уже? Кешью нет. Кешью нет. Я его, блин... Я же его не покупал даже. Варенье давай разложим. В смысле нет варенья? Вот, на варенье. Я поставил, что ли, очень поздно? Ну, видимо, да. Ну и ладно. Вот, так что ждите, ждите. Самое главное, ждите. Прибыль у нас есть. Это самое главное... Самое главное, что у нас есть прибыль в этом магазине. В чудесном. И, собственно говоря, все. Колу сейчас нужно будет уже выставлять. Я хочу просто ровно выставить. А получается, как всегда. А получается, блин, неровно. Получается как-то... По-убожески. Очень по-убожески. Я думаю, эта серия... Ни к чему у нас не приведет. Кроме как к заработку каких-либо денюжек. Но... Не думаю, что многие расстроятся. Потому что много людей все-таки пишут, что им нравится просто смотреть, как раскладываются товарчики. Как... Как что-то происходит в этой игре. Как что-то... Я делаю. Как я это делаю аккуратно и красивенько. И... Поэтому я не буду особо заморачиваться. И, наверное, выложу... Выложу. И, наверное, выложу эту серию. Так как... Так как, во-первых, она записана. А, во-вторых, потому что она... 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 Такая. Такая она, эта серия. Типа, прям на расслабоне. Сидишь и играешь. Сидишь и раскладываешь оливочки. На прилавок у кассы. Итак. Итак. Сколько у нас еще продлится серия наша? Сколько? Минут еще десять, наверное, будет. И хватит. Просто я... Не записываю длинные совсем серии. Вот как предыдущая, например, была. Это прямо вынос мозга. Вышло час десять. Вышло час десять. С учетом того, что это... Обрезанное видео. Понимаешь? Обрезанное. Я там понавырезал. Варенье-то, да. У меня нет варенья. Нахрена я его купил-то столько? Не знаешь? Я тоже не знаю. Теперь у меня три кор... Три коробушки варенья. Я не побоюсь ими воспользоваться. Вот. Что еще-то? Еще, 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 еще. Мухи залетали. Представляешь, вокруг меня? Или нет? Или что это за звук сейчас был? Или он с такой же периодичностью теперь еще и мух будет включать? И это вообще не здорово. Типа наш главный герой грязный. И надо его этого самого мыть. Иначе вокруг тебя мухи уже летают. Говорит нам игра. Нас мухами не напугаешь? Нас мухами хрен проведешь? Баклажан. Ну, противный очень звук, поэтому поехали. Лучше это самое. Съездим в магазин. Вам нужно очиститься. Поедем, съездим в дом. Заберем заодно оттуда ванную с туалетом. И привезем это все дело в магазин. Наконец-то мы можем бегать. Просто реально, наконец-то я устал уже ходить пешком. Да, давайте поставим этот туалет с ванной вот сюда. Куда там можно поставить? Нет, сюда мы не будем ставить. Будем мыться вот здесь вот прямо на виду у людей. А, нет, нет, ну это вообще некрасиво получится. А можно? Подожди. Можно сделать вот так? Можно сделать вот так. Чтобы оно не мешалось мне в... Как его называют? На складе. Пусть стоит вот здесь. Как бы вообще отлично. Так, а туалет будет у нас вот тут. Все гениально и просто, как говорится. Отлично стоит? Отлично. Можно мыться, ходить в туалет. Прямо, так сказать, за дверью. Вот. Тунца пойдем поставим вот сюда. Теперь он будет стоять здесь. Берем баночку. Берем сладкую кукурузочку. Она у нас есть еще, по-моему, да? Да, есть. У нас еще сладкая кукурузка. Есть. Точно есть. Да, бобы там тоже стоят вроде как. Так что нам всего хватает. Целый склад у меня продуктов. Нахрена он нам нужен? Целый склад. Я не понимаю. Йогурт кончился почти. Смотри-ка. Нужно раскладывать йогурт срочно. Срочно нужно разложить йогурт. Два разложим уж. Куда уж. Куда деваться-то? Уже начали раскладывать. Значит, разложим. Что у нас еще? Молоко обычное. Молоко давай обычное тоже разложим, чтобы стояло и продавалось. Почему нет? Эть. 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 Морепродукты кончились у нас. Мы будем ставить их вот так теперь. Потому что по факту, мне кажется, места одинаково они занимают. Объем-то у них одинаковый. Правильно, правильно. Следовательно, занимают место они столько же. Просто в другом порядке они будут стоять и... Ну, немножечко изменили магазин. Ну, ничего страшного. Ну, что ты не ставишься-то, ну? Дурная ты, колбаса. Поставься-то. Нет, кофе. Кофе, блин. А, кофе-то я не купил. Кофе-то я не покупал. Аж кто мог подумать, что он кончится. Так, это поставили. Молоко еще червоне целое есть. Это серьезно. Так, а куда бы положить мне это молоко? Молоко, молоко, молоко. Вот тут у нас все из холодильника. Вот тут все из холодильника. Это у нас кексы, молоко. Нет апельсинов. Апельсины мы потому что не выкладывали. А откуда? А это вот сюда положим. Отлично. Дальше мы раскладываем шоколадное молоко. И, наверное, на этом заканчиваем. Потому что мы уже очень долго записываем. Очень-очень долго записываем. Получается у нас аж целых 50 минут почти. И это уже много. Это уже очень много, я считаю. Я просто уже выматываюсь за это время. И не понимаю, что говорить нужно. Видишь, я уже неровно начинаю ставить молоко. Еще что-нибудь творить начинаю. Ну, вообще, короче, беспредельничаю. Текст. Баклажаны. Баклажаны у нас стоят вот тут. И будут стоять вон там. Это что такое получается-то? Ну, мужик. Ну, я гелки-палки только прицелился. А ты тут со своими покупками. 2016 долларов. Блин, ну сейчас мы точно почти миллионеры. Потому что теперь... Теперь просто вот... Деньги реально рекут текой, как я уже говорил раньше. Все уже, прям заговариваюсь. Давай-ка раскладываем товар. Растительное масло. Ставим вот сюда. Сюда. И сюда. Соль у нас заканчивается. Почти ставим вот так вот. Не буду я ее ставить на стол, потому что это глупая затея. Хотя, почему бы и нет? Но нет, там же нужна специальная полочка, как у Джаббера. То есть я хочу как у Джаббера поставить все, чтобы было здорово. Чтоб все красиво было, как у него стоит. И так же будет стоять у меня. Просто мне некому раскладывать так. У него там по одному экземпляру в холодильнике все лежит. А у меня... А у меня ни хрена не по одному. У меня там будет, блин... Вон, что у меня там все умещается? Что ты думаешь? Нет, ни хрена не умещается. Колбасу-то я, кстати, да, не положил. Как это называется? Я забыл про колбасу, представляешь? Как хочешь, так и думай. Просто забыл, да и все. Я же тебе говорю память, как у дедушки. Ты мне говоришь, нет, 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 хорошая у тебя память. Ни хрена, невнимательный и беспамятный. Вообще, что-то прям... Как-то это все несерьезно звучит. Разложим аж вот так, чтобы было прям все красиво. Две двести... Подожди, я так, по-моему, и был только что две двести шесть. Нет, разве? А может, нет, не было. Просто, по-моему, я только что собрал двести долларов, а как было две двести шесть, так и осталось. Сколько... Так, было тысяча восемьсот. Сейчас. Три сто шестьдесят три. Три сто девяносто семь. А-а-а. Они изначально покупают. То есть, изначально прям покупают, а потом, блядь, мы в долгах. Четыреста пятьдесят долларов минусом просто. Прям сейчас улетит. Улетит четыреста пятьдесят долларов. Прям как здрасте. Обидно, блин, когда так происходит-то. Ничего страшного, у нас тысяча семьсот осталось все равно. И как бы, как бы, нормально все. Я думаю, что... Думаю, что нам этого хватит, чтобы закупиться, а после этого всего еще и купить какой-нибудь, не знаю, еще один холодильник. Или нахрена нам еще один холодильник, если можно просто купить бизнес за семь тысяч, и приносил, чтобы нам каждый день сто пятьдесят долларов. То есть, он, как правильно ты написал, все эти потребности перекрывает. Вот. Наложим вот сюда апельсинов, чтобы про них не забывать. Потому что мы можем... Тортик, кстати, купили. За сколько купили-то? Ну-ка. Что-то очень много мы всего продали, а... Торт-то будет? Где он есть? Торт. За семьдесят три. Покупаем за пятьсот десять... Ой, за пятьсот девяносто, продаем за семьдесят три. За семьсот тридцать, короче, продаем. Пятьсот девяносто, семьсот тридцать. Пятьсот девяносто, семьсот тридцать. Сто сорок долларов мы имеем. Примерно как с мяса, да? Ну да, как с мясом мы и имеем. Но, в принципе, это здорово. Только никто его не покупает. Это торт. Вон он стоит и стоит. И больше ничего не происходит с ним. Рисы давай наставим. Только что тоже ведь выкладывал. Ну все, это, по-моему, симулятор работника торгового зала. Потому что здесь как бы уже игры как таковой нет. Ты просто, блин, постоянно тратишь деньги на товар. Выкладываешь товар и все. Больше ничего не делаешь. Так что это был рис. Это рис был. Поставим вот сюда. Идем за тканью. Ткань. Потому что мы можем выложить ткань. Нет, это не серьезно. Я должен был перевернуть лицевой стороной сюда. Чтобы она вот так стояла. Уже хорошо. Давай одну возьмем. И пойдем соберем прибыль. Если будет 2000, то закончим на этом. Отлично. Все коробочки разобрали. Все у нас здорово. 2000 долларов. Мы накопили за эту серию. Кошмар. Со всеми долгами расплатились. И давайте на этом прощаться. Эта серия была чисто для того, чтобы просто было. Чтобы она была просто и все. Больше никаких результатов у нас не было за эту серию. Кроме как заработок денег. И следующую серию я наверное выпущу все-таки. Пока не могу точно сказать когда. Но ладно. Я думаю поиграю до выпуска серии. Чтобы были у нас деньги к началу. И купим в следующей серии бизнес. Вот этот вот за 7000 долларов. Всем спасибо за просмотр. Ставь лайк. Подпишись на канал. И прокомментируй. Обязательно поделись с друзьями. До встречи в новой серии. И в новых видео. Пока.